Праздник междисциплинарности И мы, напевно, привезли в место Найбільше якихось взагалі музикантів Тому ж будь-хто еще Третя ночи все-таки начинается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День, коли настала війна, я прокинувся, як завжди Але першим, що я почув, це були вибухи Я спустився на перший поверх, вийшов на веранду І наді мною прилетіли три гелікоптери Два українських і один рашистських Вони бомбили цей рашистський гелікоптер І прямо на моїх очах вони його збили І він впав у київське водосхопище У мене відняло мову Я десь близько години Зовсім не розумів, що відбувається Як себе поводити Це все, що я пам'ятаю Боєві, походу, вже все Наші, чи ні? Я не знаю, я не білядачу, артемішки, не знаю Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Одиннадцять, двенадцять, тринадцять, четырось, пятнадцять, шестнадцять, семнадцять На двенадцять! Пошла ракетка в уєкту! З музикою я пов'язаний майже все своє життя Я пам'ятаю клуб Клоузер Мабуть, він став такою відправною точкою Я проводив там майже кожні вихідні І це мене спонукнуло почати грати як дідже І потім це виросло ще й у написанні музики І я вже захотів робити свої вечірки У Клоузера все-таки є свій стіль Столько молодих діджеїв Тут теж пройшли багато школу Порядка тринадцяти резидентів Вони всі кажуть, що коли ми тут грали, ми відчували собі як вдома Це важливо Такий час, що як усе веселі не думається На жаль Пару днів назад я сам бачив як прилетела ракета І це, звісно, потім почалися опять сирена в місті І вона так відчувається немножко напряженна Не знаю як ви, ви ж теж тут постійте постійно Це основной танцпол, бачите Це наша діджеїка, яку ми робили, вишили І вона чомусь на цепях Знаєте, індастріал і тому подібне Це одна із последніх вечірок Дуже воювали за цей слоган Мейлов не вар Але всі прийшли Мейлов без вар Але вар прийшло Давайте змоделюємо швиденько, болезненьку ситуацію Ми з вами стоїмо на посту І ви бачите, як мені в стагну прилітає куля Я падаю на землю, з мене починає хлістати кров Тоді ви починаєте встановлювати голосовий контакт Баєз, ти мене чуєш? Якщо я вам не відповідаю Мене не треба вже спасати Я в труп Два Раз Два Активно, активно Все, знайшли свої номери, наклали їм дурників Час пішов Десять секунд пройшло Залишилось двадцять Піднадцять секунд залишило І ми за умовно-натівськими стандартами вчимо їм надавати тактичну допомогу домедичну на полі бою Тобто турнікетів, тампонат, перев'язок Вчимо звільняти дихальні шляхи, працювати з різними трубками, нозофарингіальними, орофарингіальними Так Ні-ні-ні, один на пару в нас має бути Я жив на Подолі останні роки Десять Я студент Києво-Могилянської академії Ми любимо кудись ввечері піти і зробити щось цікаве Я тут був раніше І звичайно зараз це місце воно дещо змінилося Уще є Тверезий, тут світло, тут бійці Дуже актуальний приклад місця, яке зараз повністю благодійна, яке діє повністю на Збройні Сили України Мені не можна сказати, що це таке велике діло, але просто ми хотіли щось робити, ми не могли це не робити Ми не могли тут просто сидіти і щось Звичайно, ми переживали і, мабуть, якийсь вклад зробили свій І робимо трошечки Дівочка Оля наша бездворна, організатор ресторана Вона одразу сказала, давайте годувати їжу І одразу з'явився там роддом, діддом, больничка якась І вони почали годувати І цей процес був дуже організований Наш Дімочка організував производство плетення сітей Вони дуже гарні насправді, ви в мірі не знайдете таких Це якось, мабуть, ноу-хау І десь дам день я витратив на те, щоб усвідомити, чим я взагалі можу бути корисним Ось, і якось мені написав мій друг і спитав Чувак, ти можеш допомогти знайти сталь? Тому я зробив пост в інстаграм і буквально за 6 чи 12 годин Мені відповіло там декілька людей Одна людина все-таки знайшла нам сталь Зібрали цю сталь і почали виробляти спочатку просто пластини І паралельно шукати ще потужності, щоб відшувати самі платоноски і жилет Єдине, що мене дуже бентежило зсередини Це те, що це людське життя і дуже великий рівень відповідальності Але цю бентегу внутрішню я перекривав тим, що ми просто робили дуже багато відстрілів на кожному етапі В принципі, плити будемо тут і спільню Вони стануть кіометрів 10-15 Поставимо тут, там зробив зараз вкриття Так нормально? Чесно кажучи, на мене не дуже змінило це заняття Я б навіть сказав, що не всі вечірки були простіші в організації, ніж організація виробництва жилетів Це по суті теж саме, тобі теж треба комунікувати на відстані, теж контролювати на відстані, довіряти людям Пробуття немає Пробуття немає Пробуття немає 5.45 ПС Три вистріли Пластіна ціла Я з Донецьку индустриального города, великого города на сходе Украины. Но в 2014 году, когда началась эта война, когда Донецк начали окупировать, мне удалось отверстить. Я переезжала в Маріуполь в 2014 году, и там получила новый дом. Из Маріуполя в 2022 году, после начала полномасштабного вторгления, мне также удалось отверстить. Я двуче переселенка. Первые дни вторгления были типовыми в Маріуполе 2015 года. Пока не вирубили электрику, связок и все-все-все, и воду. Пока не взяли в эту блокаду, как-то еще была надежда, и не хотелось ехать, хотелось еще рятувати что-то в тю. Ну вот, мы просто видели эти ДРГ в круги города, и как они там машины регистрировали, было страшно ехать на самом деле. Просто стало понятно, что не полагать электричество, не полагать воду и это все. И особенно связок. Мы все-то дизнали, что это просто неможливо сделать наразе. Мы просто сели и поехали. Ну, там, подврадили, понятно, что все там палает, дымится, орет, стреляет. Ну, и просто страшно было, что мы думали, что это будет такой, ну, suicide mission. Думали, что, короче, не выйдет. Ну, но вышло. Каждый месяц мы делали какую-то вечерку, первые два года. И мы хотели дистать молодых людей, которым родители говорят, все, будешь учиться на слезарях, пойдешь на завод. А он там малюет десь за гаражами и мечтает стать татуювальником. И таких, как виявилося, дофига. Конечно, это были курсы диджеев. Потому что все хоть хотят. А они же талановитые, блин. Как-то говорят, сонце Украины стоя на Донбассе, и именно с сходу будет начаться весь Ренессанс. Так. Что там, талантый? Что там? Да! Как только до вина, который я буду его видеть, на самом деле. Поцелеперывается, что там и поцелеперывается. Поцелеперывается, Ну, на самом деле, платформа «Тюд» — это реакция на войну России с Украиной, которая в 2014 году пришла к нам. Котилась со своими близкими, друзьями и всем городом, разом, научиться критично думать, думать, совместить, навчатися ставити незрусні питання, некомфортні якісь теми. Там, де конфлікт, там завжди цікаво. Там, де якась трещина проходить, там завжди щось нарождається. До початку війни моє життя було дуже різним в Україні. Я — відкрита queer person, не бінарна. Для України це щось дуже дивне, і навіть посереда ЛГБТК ком'юніті це дуже щось незрозуміле. Однак в мене були люди, які мене любили, яких любив я. В мене були місця, в яких я любив відпочивати, працювати, в яких я просто відчував себе собою. Спочатку я виріс як drag queen. Наше суспільство ще 5 років тому не було готове до того, хто був я. Однак зараз з'явилося вже більше місць, в яких людей приймають. Я почав з того, що я працював фейс-контролем в клубі «Отель». Я там пропрацював 2 роки, і це було таким моїм яскравим стейтментом про те, що я є тут, і ви маєте мене приймати. Вже з появою Кирилівської я періодично там працював як перформер-артист, і коли в них з'явилася вечірка хіт, квір-вечірка, я також був фейс-контролем. Тоді вітер гуде починається степ, починається степ, починається степ, як заходиш у степ. Це лабиринт із продуктових наборів. В скором часі відправиться до сім'ям воєнних, до тим людям, які зараз стоять на блокпостах, до тим людям, які зараз захищають нашу країну. А також ми обеспечуємо цивільне населення з'єдою, медикаментами, цивільне населення міста Києва – це бабусі, дєдусі, малообеспеченні сім'ям. І люди, які вбежали від війни, зараз з маленькими дітками на руках, знаходяться в огромной нужде. Перші два-три тижні я собі щодня задавав питання – що ти тут робиш? Навіщо це тобі? Однак всередині в мене був відсутність жоден сум, жоден момент, в який би казав – я знаходжусь на якомусь хибному місці. Я чітко знав, що я тут, я маю бути тут. І зараз я це все більше розумію. Вся моя клубна історія з недоспаними ночами, а інколи днями, а інколи декілька діб без сну. Всі ми там були. Вся моя квірнатура, яка відкрита, яка комунікабельна, яка просто має конект на кожному куточку світу завдяки цим клубним перипетіям, всьому. Саме це мені зараз стало в нагоді. Жодного разу під час війни я не приховував те, ким я є. Я тут, я є я. І це саме те, що дає мені сили. І коли люди, які дуже з подивом дивились на мою поведінку, на мою в мене розпілкування, їм було спочатку дуже незвично. Але коли вони мене бачили, коли бачили, до якої втоми я доходжу, люди просто змінювали свою думку. Їм переставало бути цікаво моє сексуальне в тому плані, і вони їх переставало турбувати. Вони бачили, що я в першу чергу людина. В одному із домів по уліці Метрополітська там базувалася організація нетрадиційних ориентаций геїв, лісбіянок, ну і всього остального, що там можна ще сюди приписати. Вона напрямую фінансувалася американською общественній організацію USA. На цій домі є табличка с полним указанням. Там обычний, нічого не значащий календарик, де на кожний місяць ми поворачиваю і видим, що він розповідає про когось. Про трансгенера, про лісбіянок, про асексуалів. Все це вирізовано в таких детських шаржевих картинках, для того, щоб ребенок мог спокійно воспринимати перспективу воспитання нового українського поколення, так скажі, молодих ногтей. Ну, ось така ситуація була. Отримала днями я нарешті в Тані фотки. Поздирали мистецтво зі стін. Те, що вони ідентифікували як мистецтво. Сідрали табличку «USAID», зроблено за підтримки американського народу. Забрали якісь там артефакти, які здалися натяком на те, що тут, значить, штаб гіїв і лісбіяна. Не знаю, українські клуби, вони останнім часом, принаймні, вони завжди квір якийсь. Ось всі вони квір. А квір — це ж проти війни працюють. Просто якась промоція квір-культури, квір-естетики, я не знаю, з цього. Це ж проти «Русній», проти… І на Європу. Ну, тобто… Ваня спросив, посадить ли тебе на парту? Ну, я… Я садив сюди, давай, якось… Ну, це, видимо, одно із них для… Чого? Друге? Він доноситка, блядь. Доноситка. Він доноситка. Він доноситка. Я работал, как и последние, наверное, лет десять-пятнадцать композитором и саунд-артистом. До двадцать четвертого я занимался своей основной деятельностью, то есть композицией. И саунд-артом мы планировали новые проекты, концерты. У меня был расписан, ну так, не очень плотно, но расписан до конца года график. Что, мы не халаемся? Ну, я думаю, что минут двадцать у нас точно есть, пока оно прилетит. Поэты сотрудничали с художниками, с музыкантами, электронные музыканты с академическими и создавали новые проекты вместе и фестивали. А это все действительно создавало междисциплинарные мероприятия, которые объединяли не только самих артистов, но и аудиторию. То есть аудитория, которая ходила на современную академическую музыку, она заходила потом на рейвы. И наоборот, естественно, люди с рейвов ходили. Это было очень круто. То есть это был такой праздник прям междисциплинарности. И, как я сейчас понимаю, тоже в каком-то смысле золотые годы. Мне кажется, что сейчас война, она требует от тебя очень конкретной позиции. Ты не можешь занимать позицию между. Ты не можешь быть в градациях серого. Ты можешь быть либо там, либо там. Каждое высказывание, в данном случае, о деятеле культуры украинского, это будет так или иначе оружием. Кожна вечерка, если война гарна, это миг свободы. И это событие, эта война, она открылась еще больше для розума, для осознанности. Почутствие свободы, оно уже другое. Где ты стоишь перед черным и белым, смертью и жизнью. Мы всегда выступали за жизнью. Жизнь продолжается. И дякую всем хлопцам, кто защищает нас, потому что без них бы мы, ну, как-то повернулись бы не так. Это даже не база, это место, где мы можем прийти какой-то душ, немного отдыхать, может, два дня перед, что-то среднее между линьей фронта и домом, когда мы вернемся с линьей фронта. А фронт далеко? 15 км звезды, но неделю назад было 5 км звезды, поэтому мы их немного посунули, и сейчас тут уже безопасно. Это кухня, на которой мы только зберегаем, ничего не готовим, какие-то консервы и воду, которую нам дают люди. Здесь комната для технического обслуговывания, дронов, прицелов, чего-то такого, что невозможно сделать в полях. Здесь комната, где зберегается оружие. И я хотел вам показать, что у нас есть два кулемета Другое святой войны. Кулемет Дегтярьова. Это очень эффективная зброя, что можно сказать. И очень удивительно, что зброя, которая производилась в Российском Союзе, и действительно убивала нацистов, которые покупали Украину в 75 лет. Поэтому сейчас используется для тех же самых целей. Я очень много бухал до нашего звука режиссера Юрия Буличева, проснулся в 2 часа дня и проспал в начале, фактически, войны. Все началось, места горят, кто-то звонит, все проспал. Пошел. Пошел. Купил себе антидепресанты на 3 месяца, палку колбасы и пошел в добровольцы. Другой день они сказали, что приходите с мною щиткой и всеми вещами. Вот здесь. Пришел туда. До того, у меня это было с целью. Это даже не ночный клуб, это много студий звукозапису, мы делали какие-то софты, компьютерные программы. Мы учили молодь работать с различными программами звукозапису и созданием музыки. Мы создали музыку. Это было в Днепре. У нас там есть мини-лейбл, который звется Днепропоп. У нас там есть много чего, каких-то активностей, связанных с музыкой и перформативным мастерством. Я шукал себе офис и нашел вот эту фигню. Это было когда-то ДК МВД. И мы решили, что это очень крутая идея и создали ритонический клуб именно в Миндуре. И отместить им за революцию и вообще за все наше счастливое дитинство. Всякому место звичайно права. Всяка тримает свою волну волну. Я лишь в полоні на вязливых дом. Лишь шерлах надо полковить ее. Это такая спроба для коммунизации и с нашей стороны. И мы, напевно, привезли в место наиболее каких-то музикантов, чем будь-хто еще. Мене звати Сашко. До войны трешки допомагал робити деякие вечерки в модулі. Это мои друзья. Кому ты не допомагаешь, как не друзьям. И в плане, можно сказать, что это уже как родина. Я барменил в том же модуле, в котором у нас это все созрело. А тут началась эта хрень и типа я не знал, что мне делать. Ну, как бы я мог помочь. Какими-то финансами я не располагаю. Просто разгружать, загружать машины. Мне что-то, ну, не уверен был, что прям мое. Решил попробовать себя в этом. Вы это вместе решили с ребятами с модулями? А, да на самом деле нет. Это было очень прикольно. Мы вместе встретились. То есть, не знали, что каждый дважды собирается идти служить? Неа. Ну, как вы отреагировали, когда встретились? Конечно же, обрадовались. Ну, типа, это был очень удивительный момент. Мы такие, типа, эээ, прикольно, а ты что тут делаешь? А, собственно, то же, что и ты. Ну, и мы попросились как бы в один. В один отряд. Через неделю мы поехали займати нашу першу позицию, охоронять, так ловить якихось диверсантов, которые пытались проникнуть и в области взагалі. При нам было такое поле. Было зима, очень холодно, и мы много дней смотрели это поле, ждали, что там кто-то вылез. Что же такое? Буду укрепления, где я буду жить. Так, много копаю. Я научился, весь час много рыжу соби землю, в которой ховаешься от каких-то снарядов, мил, которые сиплются в голову. Что ты тут делаешь, нагибник? Давай, Радиби, давай! Давай, меняй ракету! Ты намагаешься выжить. Это можно назвать так. Вы еще поговорите с барменом, с Юрой. Ему там, неделю назад в ногу прилетели три каких-то дивных осколка, какие-то мины. Он поехал, ему их вытащили, укололи его бейсболом, и он вернулся в тот же день. Все продолжается. Опять война, война, война. Вот Джоб стоял вот здесь, я возле него, вот тут дерево, и как раз в это дерево прилетело. Ну там, ну прям, правда, совершенно ничего серьезного. То есть, типа, осколки мне буквально как прыщики выдавили в больнице, в госпитале. Ну вот. Но, блин, осмотрелся на ребят, которым досталось побольше. Это просто капец. Чуваков там... Короче, ну его нафиг. Если кто-то прям там, типа, будет спрашивать, короче, ну не рекомендуйте никому войну, это прям неприкольная штука. Добрый. Катаюсь, еще часа полтора-два буду кататься, а сейчас развожу его в монетарку. Да, когда освобожишься, заскочу. Данька, бери коробку. Я беру вот эту. Можно? Надо селфи-болку. Угу. Может, вода разобьет? Не. Я только что энергетик бахнул. Нормально, нормально. Даньке, витания. У меня его малюночок воссоединит над лизачком. Удальше. А-а-а-а-а-а-а-а. Стили мы не просто. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Не, все сделай, на видео думаю на это. Ты майкуешь. У нас сейчас трошечки жопка, так что мало кто хочет вам помогать Киеве. Но мы работаем, поэтому как все-что ты должна кашеть. А я знаю, тут что я сказала, что не стреляют, значит, она закончилась. У нас же люди киевлеяне нам говорят, только что мы же мирный город. Все были очень активными в первый месяц, однако сейчас, почему с людьми, кажется, что война закончилась? Ближе немного поплывло. За час войны отнесли всего другого, как и в большинстве из нас. Мы все стали старше, напевно, несколько лет и внутренне, и внешне. Я очень сумую просто за тем, чтобы быть один день в своей квартире без никого. Я очень сумую за вечерками. Я очень сумую просто за возможность спокойствия. Это все, за чем я очень сумую сейчас. Вперше у меня такое же было с донецкими ключами, которые я сейчас сохраню. Но теперь я с собой живу в Марьупольске. Это ключи от квартиры и от тю. Это символ надежды. Если нет надежды, то на что жить вообще? У меня флешбек из детства. Когда мне сдавали до дедуся и бабушки на все лето. И весь день споглядав какую-то природу вокруг, каких-то жуков. Я занимался какой-то такой фигней. И я с собой поймал на думку, что самым этим, кроме войны, я вообще занимаюсь последние месяцы. И споглядаю, что там заходы, зори. Какие-то такие вещи, которые просто ты не встигаешь помечать во время своего обычного життя. Когда ты присуваешься между местами на шлиткость 100 км на годину или что-то. То есть какая-то слоу-лайф у нас началась. И оно такое все очень дивное. И ты заново как-то встанавливаешь связь с всей этой реальностью. Весь час есть какие-то отношения в рамках каких-то структур и организаций. У меня есть какое-то кередство, но когда вы заходитесь в одних условиях, и там летит какая-то фигня из неба, которая взрывается, то уже пофиг, кто там командир, кто не, кто воював, кто не воював. Вы стояли действительно ревными людьми, близкими один до одного, чутными. Мне кажется, это флешбеки в дитинство и демократичность процессов внутри самих боевых действий. ДИАНА БЕРГ Меня зовут Диана Берг, я из Маріуполя. Но до 14-го я вжала в Донецку, и я, как и Юта, уже вдруге стала бездомной. В то время, как мне удалось вырваться из оточенного Маріуполя, я не перестаю думать о том, как мне счастило. В первую неделю после Маріуполя я не могла съесть, не ридаючи, и плакала в душі каждый раз. И когда меня накрывает боль и витчай, я вспоминаю про свои приволеи. Я чувствую приволей, когда я перевдеваю в чистый одяг, когда я пью горячую каву, когда я в теплом душе, когда я їм вкусную еду, когда я звоню человеку, когда я звоню маме, когда я пишу своим друзьям. Потому что в Маріуполе у нас не было такого приволея, у нас не было связи. И я хочу, чтобы вы все так же подумали про свои приволеи, про те, про те приволеи, которые есть в пересечного гражданина или гражданки Немеччины. В Немеччине льется российская нафта, в Маріуполе льется украинская кровь. Вимагайте эмбарго, пока Маріуполь еще живет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хватит плакать. Пора п... Мы начинаем сьогоднюю музыку, которую я играла в Мариуполе, в ЦУ, которую я играла на Шуме, в Словянске. Я очень благодарна вам, что вы здесь. Мы ждем, знаем и верим в то, что Украина победит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне кажется, что если война сможет повлиять очень серьезно на эти ценности, то тогда я проиграю. Любой фестиваль, который даже после войны будет проходить, после победы, так или иначе он будет связан с вот этим травматическим опытом. Продолжение следует... 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 с другой стороны, собрать деньги, которые мы направим потом на СССР. Люди, это самое важное. Мы как сбросили балласт, как воздушные шарики полетели до неба. Счастливые. Это счастливо, счастье, радость, о том, о чем мы говорили. Миг, истина. Каждая война, криз, революция дает очень сильный культурный вибух и спалах. И хочется принимать участие, докладать усилия, чтобы этот вибух был еще сильнее, потому что военные вибухи тоже были сильнее. Я скажу, что я из войны выйду другой человек. И я скажу, что я выйду из войны лучшей человек. Но пока я так думаю, все может измениться. Однако на этом этапе я понимаю, что этот опыт меня прокачивает. И я теперь после этого готова к абсолютно всему. И я знаю, что как только закончится война и будет первая вечерка, я там буду в своем лучшем аутфите. И я знаю, что я буду танцевать до просто того, что я попаду на танцполе и буду лежачи продолжать танцевать. Потому что мы свободны снова быть собой, мы свободны жить. А это очень важный аспект жизни. И вот эта война, эта война, она также может дать и стопудово дать новые поштовки. Все это у нас попереду, это очень интересно, но только три бочки. Дайте оружие, кто там меня смотрит? Дайте оружие, если еще нет. Игорь Негода 15 лет 10 лет Окей, давайте дальше евро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok